Приветствую вас, для начала давайте попробуем разобрать с вами направление ваших мыслей, которые имеют место быть. Вы говорите, что если бы я делал что-то, то было бы лучше и т.д. Если бы я учила, то могла бы больше успеть и прочее, 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 все вот в таком духе. Очень важный вопрос в этой ситуации заключается в том, зачем, то есть успеть зачем, успеть для чего, успеть работать с какой целью? Чтобы что? Понимаете? То есть, на мой взгляд, если у вас здесь есть какой-то цель, какое-то решение, то это одно. Ему, этому решению, в принципе, можно следовать. Ему, этому решению, в принципе, можно отдать должное и помогать ему, позволять ему вас направлять, в случае, если вы, конечно, этого хотите. Но если вы не хотите этого, то есть, если вы, ну, по какой-то причине считаете, что нужно делать, нужно было делать просто потому что, что, на мой взгляд, это весьма-весьма мистифицированное представление, потому что откуда-то, откуда-то появилось такое представление? Откуда-то появились такие желания у вас? Такие мысли. И у них, безусловно, есть свои причины. И я полагаю, что первое, что нужно сделать, это эти причины постараться увидеть, постараться их определить. То есть, было бы лучше, может, могло бы быть лучше. Ну, да, может быть, может быть, могло бы быть лучше, может быть. Но сейчас-то ведь ничего не изменилось. Если вы чего-то действительно для себя хотите, то вы можете это сделать. Просто подумайте, что именно. То есть, если вы говорите, что было бы лучше, то, хорошо, может быть, было бы лучше, но что? Что именно было бы лучше, в чем конкретно? Вот вы пишете или мысли о том, что в школьные годы можно было столько всего изучить, да? Для чего? Я не делал ничего. Ну, потому что наслаждались детством. Вот. То есть, почему вы сейчас как бы себя обвиняете в том, что у вас было детство? Ну, или, по вашему мнению, человек не имеет навыка на то, чтобы в детстве просто наслаждаться, не знаю, какой-то, может быть, свободой или что-то в этом роде? Почему вы считаете, что человек должен учиться все время, например? То есть, ну, в школе человек учится самому необходимому. В школе человек занимается тем, что потом ему в жизни, может быть, и не пригодится никогда, но он все равно это делает. Но при этом он может и много времени посвящаться самому себе, и я думаю, что это прекрасно. То есть, в этом нет ничего плохого и нормального. Другое дело, почему вы так считаете? Откуда появился этот вот, может быть, обвиняющий голос в вашем, ну, в вашем сознании? Кому он, этот голос может принадлежать? Это уже вопрос другой. А теперь второй момент, который мне кажется очень важно разобрать. Этот момент связан с тем, как вы позиционируете себя. Ну, сейчас, вот именно сейчас, в данный момент времени, то есть, вы учитесь на последнем курсе университета. И, в принципе, я думаю, что это хорошо. Я думаю, что это очень здорово, что вы закончили или заканчиваете университет. Что для вас означает окончание университета? Обначает ли это для вас, например, страх того, что вы теряете, допустим, свою стабильность? Обначает ли это для вас страх, что вы теперь принадлежите только тому себе и что только вы можете теперь сделать свою жизнь хорошей, качественной, грамотной? Если это так, то мы имеем дело с неуверенностью в себе, с тревожностью, возможно, со страхами, с гиперопекающими родителями, которые, вероятно, избавляли вас от ответственности. Ну, естественно, стремясь к самому лучшему для вас. Но, тем не менее, нанатя вам вред, не вон, таким образом. В этом случае можно и нужно носить коррективы. То, что происходит, главное, чтобы у вас было желание, чтобы у вас была потребность что-либо делать. То есть, в принципе, в принципе, все решаемо. Более чем решаемо, главное, чтобы вы хотели это убрать. Далее, флексивость. Как вы пишите, флексивость, значит, ничего не хочу делать, чувство бессмысленности. Это может быть следствием разных влияний. Ну, например, может быть следствие изменения в вашем здоровье. Я, конечно, не знаю всех скоркостей. Вот. Но, предполагаю, что, может быть, вы переутомились, может быть, вы устаете слишком сильно. Но, может быть, дело в чем-то еще, о чем, например, я не знаю. Но, однозначно, совершенно, я могу сказать, что то, что происходит сейчас, славно, это еще не настолько серьезно. То есть, здоровье, если в нем какие-то проблемы, здоровье можно поправить. Здоровье можно посмотреть, его можно подкорректировать, его можно поправить. Ничего страшного в этом нет. Здоровье. На вас могут давить некие факторы внешние. Например, ну, например, ожидания, допустим, скажем, ваших родителей, например. Ожидания ваших родных, которые, по вашему мнению, могут считать, что вы будете как-то, ну, благодарны или что-то еще в этом роде. Здесь, конечно, важно сказать, что родители, они, в любом случае, если делали это все для вас, они ничего не ждут. Они хотят только счастья вам, и не нужно оправдываться или поожидать. Я полагаю, что ваша проблема, она в этом основном. Что вы хотите очень сильно, значит, оправдывать чьи-то ожидания. Вот. И из-за этого вы переживаете, потому что ожидания, вы знаете, надо оправдать сложно. Правда в том, что вы и не должны на самом-то деле оправдывать чьи-либо ожидания. Вам нужно идти своим путем по жизни. Вам нужно идти своим путем по жизни. И вам нужно, собственно говоря, делать то, что хочется. делать то, что интересно, а не то, чего, например, от вас могут ждать те или иные люди. Поэтому, если проблема в этом, то чувство вины, которое у вас есть, убирается путем анализа того, что хотят вам сказать ваши родные, что они говорят на самом деле, и как вы это воспринимаете, и как, опять же, есть на самом деле. Наконец, может ли это быть депрессией? Сказать нельзя, потому что депрессия – это в любом случае заболевание, диагноз, которого ставится врачом только при очном осмотре. Так что я не думаю, что сейчас имеет смысл ставить вам какие-либо диагнозы. Состояние серьезное? Да, состояние серьезное. Значит, уходить из него не нужно. То есть, именно уходить. Именно уходить из этого состояния вам не нужно. Потому что уход, именно уход из состояния вам, по большому счету, ничего не даст. Именно уход. Объясню почему. Потому что за вашим состоянием стоят определенные желания. И эти желания нуждаются в реализации. Однозначно. Нуждаются в реализации. Поэтому подавлять то, чего вам хочется, не стоит. Но стоит подумать, как лучше добиться того, чего вы хотите. Это и будет решение вашей проблемы. То есть, грубо говоря, нужно не уходить от состояния. А, как бы, обратиться к нему, к нему. Увидеть его. Изучить его. Исследовать. Понять, что за ним стоит. И тогда проблема не будет такой серьезной и большой для вас. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Более. Субтитры делал DimaTorzok. Удачи!